Приветствую вас, Аноним. Я не думаю, что есть мнение психологов насчет вашей жизни. Я уверен, что жизнь человека – это только его. И никто другой не может высказывать мнение по поводу того, как жить другому человеку. То есть я хочу сказать, что решить, что делать, вам нужно сломать. А вот психолог поможет вам это сделать. Например, я не вижу ничего плохого в том, чтобы вернуться к мужу, но уже вернуться к мужу и вести себя по-другому, более ценностно, менее жертвенно, менее зависимо, как это делали бы раньше. И тогда муж увидит вас с другой стороны, начнет больше ценить, больше любить и, вероятно, себя полюбит тоже больше. Ничего не вижу о плохом их в том, чтобы расстаться с ним, поделить дом, который хоть и невыгодно, но можно разделить, а вам жить дальше и, возможно, впервые в своей жизни начать получать удовольствие, наслаждение от нее. И ваш возраст здесь не помеха, если вы готовы меняться. Другое дело, что это изменение, это процесс. И процесс, он нуждается в ваших инвестициях. В первую очередь нужно, чтобы вы сами готовы были инвестировать в свои изменения. Время, 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 усилия, финансы. Потому что психотерапия, это процесс ни одного дня и ни одного месяца в данном случае. Дальше. Тот факт, что у вашего мужа проблемы с алкоголем, и тот факт, что он отказался убрать алкоголь из дома, тот факт, что он помогает дочери из попалки, свидетельствует о том, что вы ему нужны для удобства. По крайней мере, чисто внешне. Вместе с тем, наличие такого рода ситуации свидетельствует о вашей созависимости, особенно в контексте того, что вы растерялись, потерялись и так далее. Что такое растерянность и потерянность? Растерянность и потерянность – это оторванность от того, что я хочу. То есть, это не… Ну, такое не очень, наверное, приятное слово, скажу. Неспособность опираться на то, что я хочу. Преобладание жертвенности в поведении, преобладание воли в поведении. То есть, по сути, это весь жизненный путь – это путь надрыва. Это путь усилий. Это путь преодоления. Мне кажется, что человек, который живет так – это, в первую очередь, человек, противящийся самой жизни, противящийся той энергии, которая в нем есть. Трудно говорить, что у вас мало энергии. Ну, вот. У вас не энергии мало, а просто против большего количества факторов вам нужно применять силу воли. А вот сила воли, она, конечно, не бесконечна. Если раньше было меньше, то сейчас больше. Я вижу довольно чётко, довольно ясно вижу вашу жертвенную фигуру. Фигуру отказа от того, что хочу я, фигуру отказа от любви к себе, фигуру отказа от того, чтобы слышать, чувствовать себя и следовать этому. Вместе с тем я вижу очень уставшего, изможденного, измученного человека, который отчаянно нуждается в тепле, ласке и заботе. Мне кажется, что я вижу довольно одинокую фигуру. У меня вот сложилось такое впечатление, что человек, вы одинокий. Вот. Ну, то есть, вы об этом ничего не говорите, но как-то вот, знаете, далеко не у всех людей, да, в их рассказах фигурируют, ну, друзья, там, знакомые. Вот. Но мне почему-то показалось, что вы довольно одинокий. Возможно, вам тяжело доверять. Возможно, вы боитесь доверять, что, скорее всего, вы боитесь доверять. Порой встречается такая история, что человек зависимый, а я, все же, склоняюсь к тому, что вы зависимый партнер, потому что ваш муж зависим от алкоголя. И то, что он не отказывается от алкоголя, и то, что он помогает очередь по полке, не останавливает вас от того, чтобы реально сомневаться в том, а не вернуться ли вы к нему. Ну, это говорит в пользу созависимости. Так вот, бывает такая штука, что созависимый человек, в общем-то, проявляя какую-то совершенно противоестественную мягкость в отношении к зависимым партнерам, что вполне логично, проявляет порой совершенно такую же противоестественную жесткость в отношении других людей, что, опять же, выглядит вполне логично, потому что это компенсация. Но это очень сильно мешает построению контакта, нормального здорового контакта, условно говоря, ведь личные границы с зависимым партнером стираются, их просто нет. И с другими людьми, понятное дело, такие же отношения построить нельзя. И это стресс, почти любые другие отношения, это стресс. И с чего бы начал я, вот, работу, да, с чего бы начал я психотерапию вашу, это с того, чтобы потихонечку отделить вас от всех людей, от всех людей. Отделить вас от дочери, отделить вас от мужа, отделить вас от родителей, если они есть, отделить вас от вашей работы, даже от болезни. Понимаете, потому что у меня есть ощущение, что вам ничего не интересно, вот, в жизни вам ничего не интересно. Вылечить человека от любого физического заболевания, даже не смертельного, невозможно, практически, если ему не интересно жить. Если человек является, что называется, пациентом, да, вот. А пациент, это вообще-то, перевод этого слова, это готовый к смирению, и к смерти. Вот, поэтому, такое довольно мрачное отношение у слова, но оно, к сожалению, подходит большинству людей, которые приходят в больницы и поликлиники в странах ОСНГ, не знаю, как в Европе и Америке. Думаю, думаю, там тоже. Вот, а... То есть я бы обратил ваше внимание на это, а сейчас, сейчас, ну вот, вот, у вас нет стимула. То есть, ну зачем, думаете вы, я буду, я буду жить одна с дочерью, да, когда я могу жить в более комфортном условии, более комфорте, в большем комфорте я могу жить. Пускай и, там, с такими неудобствами, как, ну, пьющий муж, это я могу потерпеть. К примеру. Думаете вы. Вот. Вот вы говорите, что душа у вас болит задом. Понимаю. Но, с точки зрения той парадигмы и того подхода, который мне близок, привязанность человека к материальному, да, вот именно, именно, вот той, ну, примерно, как у вас, это вследствие его эмоционального голода. Я не берусь на, ну, со 100% уверенностью утверждать то, что я говорю сейчас, потому что нужны подтверждения. Во многом я опираюсь только на свои собственные эм, ощущения, на свою эм, связь, а ну, на обратную связь, которую, которую вызвал у меня ваш текст. Это то, чем я хотел бы с вами поделиться, но понятно, что я могу быть не прав, понятно, что я могу ошибаться. Вот, и могу ошибаться во многих моментах, и я не хочу, чтобы вы думали, что я сейчас, эм, как-то вот, ну, знаете, с эм, каким-то опломбом выявляю, что я вот знаю всё и так далее. Нет, просто, у меня, ну, есть, вот, такое ощущение, и мне кажется, что, ну, доля истины в любом случае, наверное, что же есть, поэтому я, эм, уверен, что вам нужна терапия, вам нужна для начала, эм, согреться. Для начала восстановиться, потом научиться слышать себя, слышать свои чувства, свои желания. А дальше уже, я думаю, все пойдет само собой. Но это процесс. И если вы действительно хотите быть счастливой, то вам не осмотреть стороны собственных перемен. А это психотерапия, а это инвестиция в себя, в средства времени и энергии. Решать вам. Удачи, всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok